всем доброго времени суток сегодня у меня распаковочка первое что я хочу показать это вот такие вот салфетки безворсовые здесь в наборе в комплекте короче говоря здесь два рулончика салфеток они уже нарезанные сейчас я вам покажу у меня есть уже такие я покупала покажу чтобы не открывать тот вот этот у меня второй заканчивает ну как заканчивается еще есть то что мне понравилось то что их не надо резать для меня девочки салфетки как салфетки мне нравится и кстати намного лучше чем у меня вот эти я покупала сейчас я вам покажу вот такие до сначала они мне нравились как-то но не жестковатые какие-то это вот это больше не понравились вот эти вот салфетки и тем более их нарезать не надо классный купила уже второй раз такие знаете и я постоянно буду говорить знаете постоянно твердить то что все индивидуально вы ищите именно под себя материал чем вам работать даже смотря вот распаковки в youtube у нахваливают даже я может там скажу ой не понравилось да классно может мне понравилось а вам может не понравится так что все индивидуально следующее что я хочу показать следующий тоже салфетки вот такие уже решила попробовать эти салфетки я заказываю первый раз открываются они очень были запакованы в пакетик открываются они очень легко и просто как говорится достаем отсюда я уже брала пользовалась себе кстати ногти делала пробовала эти салфетки знаете тоже нормальные салфетки такие же как и эти разница вот это вот эти вот салфетки это вот эти вот так тут и наверное 2 до вот нормальной салфетки это расходники нормально мне на мне понравились я вчера вот работала этими салфетками понравилось ногти себе делал долго зацепляться не буду на этих салфеткам а еще раз повторюсь все индивидуально то что я могу показать вам может не понравится мне понравится поможет не понравится давайте смотреть что у меня тут а дальше дальше у меня тут а стоит коробочка на столе это короче девчонка кинула в моем закрытом телеграм канале где мои мк дизайн и кинула набор гель-краски спросила можно ли ей рисовать китайскую роспись девочки не попробовав не узнаешь да я решила заказать попробовать вот так она пришла все это в коробочке тут уже ничем не пакетик ничего не было я уже ее открыла уже ее протестировала и лично сейчас я вам открою покажу лично мое мнение она не подходит для китайской росписи так как она не пигментирована я вам сейчас покажу это серенькая но кто и уже какая-то купил можно и не расстраивается можно не только китайскую роспись рисовать она густая тут вот второе дно нет здорово но я имею виду то что маленькая изготовлена вот дата изготовления и 3 набор стоил недорого я решила тоже попробовать ее достал девочки типс прозрачная именно чтобы вам показать на прозрачной типсе поближе сейчас вам покажу давайте вот это вот вот она густая видеть но мне не понравилось то что на ней пигментированы так то она краска вот смотрите она не пигментирована в том смысле я попробовала ей нарисовать китайскую роспись и она вообще полупрозрачная там короче говоря надо наносить столько слоев чтобы это краску было видно вроде бы так вот на первый взгляд нормальная краска но когда попробуешь ее уже в китайской росписи да но ее можно смешивать именно с белой гель-краской давайте следующий с белой гель-краской я уже ее смешивала пробовала и можно ей рисовать цвета конечно не такие получается потому что с белой смешиваем красная тоже видите густая смотреть да чем темно надо показать на камеру не видно но она просвечивает давайте встречу давайте третью серый красивый такой цвет тоже видите густая и чтобы убедиться давайте я возьму кисточку для китайской росписи сделаю дорожку и покажу даже на своем ноготочке смотрите взяла вот эту вот кисточку крыться недалеко уходя возьмем давайте вот эту и серую на пятку возьму вот этот цвет больше возьму на кончик возьму серенькую взяла листочек на видео кажется то что она такая плотная девочки на самом деле нет как бы вам показать плохо видно типа сделали растушевку да даже на своем ноготочке показать смотрите и и даже тут и не видно видите даже просто даже несколько раз проходить она все равно прозрачная если добавлять в нее белый цвет в этот можно чуть-чуть черный добавлять тогда можно ей уже рисовать девочки она была недорогая я не жалею то что сказать что жалею нет я не жалею что я купила потому что можно ее мешать не буду далеко убирать тестировать так тестировать сразу вам покажу другую красочку которую я заказала вот такую эту я заказала 1 это белая этой фирмы у меня нету вообще ничего но там есть и гели и лаки без липкого слоя и давайте посмотрим честно открыть открыла но не тестировала открытие и открыла посмотрела просто и протестирую вместе с вами как раз ее посмотрю это уже видно то что она уже пожиже чем вот это так смотрите это уже пожиже давайте девочки тоже посмотрим какая она еще раз повторюсь я ее не смотрела не пробовал я имею ввиду ну мне кажется она тоже не пигментированная но давайте смотреть давайте девочки возьмем на пяточку вот этот цвет и на кончик возьмем белый сделаю растушевку и я тут поплыла с растушевкой потому что посмотрела в телефон ладно сильно не буду стараться я же просто проверяю не белый можно рисовать ее видно ну чисто белый я не рисую только где-то добавляю и за кадром я уже а вот в этот цвет добавила черную вот а в сере добавила вот это вот белый новое и давайте также попробуем я такая замолчала водичка у меня тут скоро она капает прошу прощения но я ее не могу закрыть потому что у нас морозы я боюсь перемерзнет у меня вода так смотрите если вам конечно слышно это журчание воды не можно ей рисовать приноровиться можно но это не та краска которая прям вахт что от нее прям я в восторге нет ни белые не вот эти вот есть намного круче краски которые рисуют намного круче чем вот эти девочки так убрала все грязь девочки еще раз повторюсь это не стоит того то чтобы прям кидаться за ценой и покупать эту гель краску есть намного лучше гель краски это лично мое мнение девочки у каждого мнение свое у меня есть другие краски которыми я вполне рисую и нравится мне рисовать но это лишним не будет я не расстроилась ладно отпустим эту гель красочку давайте покажу дальше что мне пришло дальше у меня закончился зеленый такой красивый гель лак от мисс я искала на вал берез зеленый заказала девочки я уже распаковала упаковка классным было чтобы не шуршать картонку тут так вам покажу заказала лайки набор в комплекте прислали вот такие вот милые наклеечки уже 2024 год с новым годом вот вот такие вот наклеечки миленькие потом девочки покажу сейчас как это было дальше лежала там вот такая вот визиточка и хода будем рады вашему отзыву и взять девочки такой миленькое сердечко было приклеено и здесь приклеена на и сейчас приклеена здесь на этом сердечки были приклеены именно наклейки к типсом это наверное татру нет снялась все миленькое сердечко это были вот такие вот наклеечки это набор лаков сейчас я их вам покажу давайте начнем вот такой красивый серый флакончик коллекция зима тысяч 6 месяцев статы когда откроете изготовлен на двадцать третьем году три года годности нумерация вот номер 5 и давайте с вами посмотрим вот такой девочки зеленый цвет цвет такой хаки прям я бы сказала но все равно не то то что у меня было от мис на фотографии одно а в жизни совсем по-другому девочки он густой а давайте посмотрим с вами они у меня стояли на столе в тепле но это не тот цвет который бы я хотела красивый конечно но не тот вот такой зеленый на втором слое перекроет полностью все типсу отправлен на просушку так давайте тыщем девочки это 4 начали с обратной стороны вот здесь этикетка приклеена здесь этикетки девочки нету ну и ладно дата изготовления то же самое давайте посмотрим цвет цвет вот знаете он и серый серый серо зеленый какой то такой вот смешать вот эти два цвета как раз это будет дизайн на 23 февраля на типс я уже приклеила бумажечки в тонкий слой пробуем вот этот намного лучше пара в нанесении и он перекрыл типсу в один слой здесь не не докрасила перекрыла типсу в один девочки слой отправляю на просушку еще раз вам покажу цвет пузыречки наполнены хорошо давайте следующий цвет следующий 3 дата изготовления тоже красивый этикетки какие красивый кстати цвет девочки такой прям тоже такой густенький это нас 3 давайте пробовать в тонкий слой найти в один средний слой мне кажется он перекроет типсу тут я прям вообще промазываю я опять замолчала не красивый цвет девочки если не докрасила в два тонких слой перекроет типсу давайте пока типсу сушится следующий возьмем следующий это вот второй изготовлен то же самое вот такой цвет тоже густенький нанесение на типс вот этот перекрывает в один слой отправляю в лампу на просушку и у нас девочки еще раз покажу цвет остался последний последний первый дата изготовления тоже я бы назвала он и не красный и не кирпичный что-то между красным и кирпичным цветом в нанесении нормальный на типсе но все равно это не показатель что он будет хорошо покрываться на ноготочки наноситься в один средний слой можно перекрыть отправляю лампу на просушку так девочки смотрите за кадром перекрыла вторым тонким слоем и покрыла топом красивые цветам в два тонких слоя или в один средний слой перекроет ногтевой пластины но я еще раз говорю то что для меня не показатель если на типсу хорошо положится гель-лак надо пробовать на ноготочках красивый цвета так давайте дальше ну и что у меня заказано девочки дальше дальше я заказывала вот такой вот черный гель-лак от он классный у этого продавца я уже покупаю наверное 1 3 части нам покажу вот у меня есть хороший черный лак сейчас покажу вам как он смотрится на типсе этот я не буду уже наносить на низу вот этот вообще ладно давайте нанесу этот чтобы убедились это у меня мой старенький этот новый мне этот черный лак очень нравится у меня есть от другой фирмы в два тонких слоя я никогда черный наношу в промазывающий вот 1 отправлю на просушку лампу и пока будет девочки он сушится нас черные я вам покажу еще белый белый у меня закончился и я заказала еще один белый мне а то она тоже нравится не знаю кому как но мне нравится давайте также нанесу на типсу у меня есть белая от макаренко но он мне честно девочки не нравится я его использую на типсах вот он белый отправлю в лампу на просушку и у нас уже подсох черный давайте вам не видно нет видно вот в один тонкий слой он просвечивает но не сильно конечно можно его нанести и в средние слой но мы как знаем что черный сможет скукожиться не ну классный вот этот вот черный мне нравится у меня есть от эго черные честно он кукожиться в лампе даже в один тонкий слой так не будем дальше зацикливаться давайте следующее что я заказывала девочки у меня даже закрыты так это все было упаковано но и блогер уже на ю тубе показали вот эти вот гели кто-то покупал молочные кто-то покупал прозрачный я девочки купила прозрачный и купила две сразу банки 1 у меня стояла закрытый вам показать а вторую так как у меня закончился прозрачный гель и вторую я уже девочки честно израсходовала у меня здесь уже пустенько я с этим гелем сделала самозамесы ну и давайте откроем вот этот он еще у меня как говорится закрытый вся вот информация заклеивают 50 грамм банк девочки открылась за кадром баночку пока открывала у меня уже подсохли черный и белый лак давайте посмотрим смотрите какая густая консистенция до я выложу верхнюю форму знаете он напоминает мне мед такой вот видите густой прям выравнивается но не быстро потому что густой отправлю в лампу на просушку пока будет просыхать давайте следующее также посмотрим на пакете на пакете я посмотрю в тонкий и на пакете я посмотрю девочки потолще слой все отправляю лампу на просушку чтобы вам видно было что тот тонкий тут толстый слой этот гель убираю так достаем ту типсу знаете девочки ты блин слегка прям подпекает еле-еле даже это не сказала что прямо подпекает он теплый убираем липкий слой такой вот знаете прозрачный тонкий слой даю остыть пока у нас это остывает девочки я возьму уже который у нас на пленочке липкий слой есть я бы не сказала что он прям такой сильный жирный для меня у всех по-разному такой тепленький пусть успевает и это пусть остывает девочки пакетики я взяла вот этот вот было запаковано девочки вот это вот пластинка который мы сейчас с вами тоже потестируем посмотрим было недорогая на фотографии смотри смотрелась конечно такая классная ну короче тестирует надо смотреть посидела подождала надеюсь меня остыли наш гель так фокус на гель-лаках он у меня жесткий так его не сломать потому что девочки у нас же есть то что-то у меня фокус на не сломать давайте попробуем вот этот вот тонкий тонкий мне кажется сломается такой вот знаете напоминает райбер базу такую ты и сжимаешь она обратно ты и сжимаешь она обратно конечно он сломается тонкий слой слой потолще так а вот слой девочки потолще я его не могу никак сломать честно как бы не гнула я хочу посмотреть какой тут слой его еле сломала но с таким усилием так где тут вот еле сломала эту конечно не сломаешь даже в тонкий слой потому что есть арка но он вообще-то не усинки девочки так что гель классный так давайте смотреть пластинку заведет и длины у меня знаете гравировку я чувствую пластин так фокус блескит постелем коврик девочки буду отпечатать просто на альбоме листочек взяла лак для стемпинга это на лак на гелевой основе синий давайте это машинку что ли фокус у меня опять прыгает отпечатаю и посмотрим не классно дальше я не буду тестировать на лаках так как у меня же вообще вот это имеется ввиду что это стемпинг гель для стемпинга и давайте ее попробуем в стемпинге то что ты будешь делать сегодня с фокусом возьмем попробуем ее в стемпинге давайте другую машинку что надеюсь вам видно давайте другой рисунок попробуем может быть я сильно убрала пластины хорошие где девочки он даже в стемпинге вот это вот краска не айс давайте сейчас вот эту грязь уберу и посмотрим именно эти же рисунки лаком для стемпинга ну что давайте попробуем этим эти же рисунки лаком для стемпинга девочки все хорошо не давайте последний с этой пластинки которые мы отпечатали этот листочек нет пластина хорошая так что те краску для стемпинга даже для стемпинга не подходит смотрите убираю грязь ну что девочки вот такая у меня была небольшая распаковочка и тестирование товарчиков лаки мне понравились это лично мое мнение гель мне тоже понравился так как я уже говорила что одну баночку же я израсходовала вот по поводу краски это мое мнение девочки лучше купить другую краску если вы хотите научиться рисовать китайской роспись эта краска не подходит для китайской росписи а если просто чтобы какие-то там мультяшки что-то рисовать да она подходит но это лично опять же мое мнение по поводу салфеток мне нравится идти и другие это тоже лично мое мнение никому я свое мнение не навязывая ни на какой товар надеюсь вам видео понравилось ждите моих дальнейших видосиков переходите в мой телеграм в мою телеграм-группу хотел сказать канал мою телеграм-группу все товары которые я показываю видео я кину ссылочки там под видео в ю тубе я никакие ссылки не оставляю все ссылки на товары я только даю в своем телеграм канале а если хотите посмотреть мои мк-дизайны именно мои дизайны ниоткуда не срисованные ниоткуда не стырены а именно с моей головы с картинок с пинтереса просто с головы то просто переходите в мой телеграм-канал пишите хочу в мк-группу я вам все в личку дам всю информацию надеюсь вам понравилось видео ждите моих дальнейших видосиков еще раз говорю все ссылочки на товары я оставлю у себя в телеграм-группе переходите ведь ходите мой телеграм-канал ссылочка на телеграм-канал будет под видео всем огромное огромного здоровья вам вашим близким и хорошего настроения будьте люди на позитиве